Всем постам и маршрутам, кто работает в Сураве. Угол 21 преследует аномарку темного цвета. Без госномеров. Здравствуйте, в эфире программа ДПС. В студии Анастасия Бойко. Сегодня о выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благое дело обернулось травмой. На проезжей части улицы Мира стоял автомобиль Пежо. Рядом с ним временные дорожные знаки. Водитель боксера ремонтировал трамвайные пути. Внезапно в его машину врезался Ниссан, который следовал со стороны улицы Ватутина. Владелец Альмеры в аварии сломал руку. Автомобили получили механические повреждения. Неопытный водитель со стажем меньше месяца ехал по трассе в Болотнинском районе Новосибирской области. В какой-то момент не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Владелец ваза не пострадал. А вот его пассажирка доставлена в ближайшую больницу с различными травмами. Водитель был трезв. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смертельная остановка. Женщина на Хонде ехала по Каменскому шоссе. В районе поселка Восход не удержала руль. Очевидцы, говорят, совершала обгон, но не справилась с управлением. Машину выбросила с дороги, она врезалась в дерево. Скорость, рассказывают свидетели, была приличной. Удар получился сильным. В результате четыре пассажира иномарки получили серьезные переломы, ушибы и ссадины. Владелица Хонды скончалась от полученных травм в больнице через несколько часов после аварии. Митсубиси и Хонда не смогли разъехаться в районе остановки Паласа. Очевидцы аварии рассказывают, водитель седана протаранил стоявший в парковочном кармане минивэн. По одной из версий свидетелей аварии, водитель Митсубиси был пьян. Наши источники в ГИБДД эту информацию пока не подтвердили. Пострадавших людей в аварии, к счастью, нет, но машины придется долго ремонтировать. Девочка и трактор. Несовершеннолетняя велосипедистка собиралась повернуть из молодежного переулка на улицу Школьная в селе Круглоозерное. В безопасности маневра не убедилась, выехала на проезжую часть, где и попала под колеса трактора. Только хорошая реакция тракториста уберегла школьницу от более тяжких последствий. Она отделалась переломами ключицы, большой берцовой кости и многочисленными ушибами. Внезапный пешеход. Причины, по которым женщина буквально выбежала на проезжую часть, доподлинно неизвестны. Однако водитель ВАЗа такого предугадать никак не мог и уйти от столкновения соответственно тоже. 53-летняя дама госпитализирована с многочисленными травмами в Барабинскую больницу. Автоквартет в составе ДТП. Массовый инцидент произошел на трассе Новосибирск-Кемерово. Водитель Hyundai не смог справиться с управлением на мокрой после дождя дороге. Машину занесло и выбросило на полосу встречного движения. В итоге Solaris врезался сразу в три иномарки, которые двигались друг за другом на минимальной скорости. Владелец Hyundai до последнего пытался затормозить. В конечном итоге его машина оказалась посреди двух автомобильных полос. Все четыре машины получили различные повреждения на кузове. Водитель Solaris свою вину полностью признал. Японский седан и отечественная девятка встретились в ДТП на улице Ватутина. Водитель Toyota говорит, дождался разрешающего сигнала светофора и начал движение. Внезапно в его машину врезался ВАЗ, который слишком торопился проскочить перекресток на запрещающий для него сигнал. В результате ДТП водители не получили серьезных травм. В передней части машин разбиты. Бамперы, капоты и передние фары. Нарушители тишины, которых не видно. Масштабный рейд по тонировке и прямотоку прошел в Новосибирске в минувшие выходные. Почему люди не любят солнце и что им грозит за модный тюнинг, расскажем в следующем сюжете. Одни спят, другие гудят, но попадаются сразу в руки инспекторов. В центре Новосибирска в ночную пятницу было непривычно светло и громко. Сотрудники ГИБДД совместно с ОМОН и экипажами технадзора выявляли особую категорию автовладельцев, которые вносят шумные изменения в конструкцию своих машин. Из-за этого автомобиль имеет уровень шума, превышающий допустимые нормативы. Нормативами Российской Федерации устанавливает шум, уровень шума 96 дБ. То, что свыше него запрещено. Чем громче звук, тем больше страдает слух. Уровень шума в 110 дБ можно сравнить с работой моторов в машинном отделении подводной лодки или взлетом вертолета в 5-метровой близости. Обычному человеку длительный удар по перепонкам грозит их разрывом или глухотой. Максимальное значение, которое удалось зафиксировать – 104 дБ. Однако водители не понимают, почему это считается нарушением. Машина позволяет, почему нет? Но, тем не менее, люди жалуют сейчас такие машины. Я там не газую, где люди жалуются. Видимо, парень думает, что на площади Ленина людей нет. Другой водитель и сам оказался не раз, что на иномарке установлен громкий глушитель. Я их хочу убрать. Если честно, у меня уже самого голова болит от этого. Зачем ставили? Я ее брал такую. А вот как нашел, найти обычный выхлоп, не громкий – это проблема. Вот как нашел, хотел переставить. Не успел. Покажете? Без проблем. Пойдем. Пойдем. Все по-честному. Так бывает. Однако штрафов 500 рублей все равно не удалось избежать. Более того, 50-процентная скидка на его уплату не действует. Многие автолюбители пытались избежать ответственности и винили инспекторов в незаконности проводимых замеров. Так что замеры должны производиться при температуре воздуха 23 градуса, относительной влажности воздуха 32 процента и атмосферном давлении 99,7 килопаскалей. Давление мы сейчас не переведем. О, наворачиваемся на часики. Смотри. Смотри. 19 градусов. Мы видим температуру 19 градусов. Ну, соответственно, влажность воздуха 32 процента. Тоже сейчас помню соответствую. Сейчас дождь идет. Ну, это видно. И поэтому я с подстановлением не согласен. Я писал это все в протоколе. Посмотрим, что дальше будет. Таких борцов за собственную правду в интернете сотни. Только за время рейда 5 человек доказывали свою невиновность, ссылаясь на ответы сетевых поисковиков. Проблема все в том, что гражданин начинает говорить такие вещи, точнее начитался интернета. И теперь, согласно интернету, пытается нас обвинить в том, что мы неправильно что-то либо замеряем. Хотя у нас все прописано в гости. Там прибор сертифицирован, все в наличии. То есть у вас обещается говорить, что прибор не соответствует нормам каких-то? Ну, что мы вообще технологию нарушаем. Замеры вообще, в данный момент, шумов. Ну, на самом деле гражданин заблуждается. О чем по его письменным заявлениям мы ему предоставим все сертификации и, соответственно, требования, по которым замеряются шумы. За три часа рейда 8 примозочных глушителей, 8 небольших штрафов, но 8 печальных перспектив. Если изменения в конструкции выхлопной трубы не устранить после предписания, номера могут объявить в розыск, а машину снять с учета. Через 10 дней данные граждане даже будут предоставить свои транспортные средства на пункт технического осмотра с устранением данных причин, пока были вставлены эти материалы. Ну, если данные граждане все-таки проигнорируют требования, то будет отменена регистрация транспортных средств. Еще один водитель на черном Мерседесе вызвал подозрения у инспекторов. Вот только требования остановиться, проигнорировал. В погоню бросились сразу четыре экипажа. Парень долго не хотел общаться с представителями ГИБДД, выходить из машины и прятался от камеры. Думали пьян, предложили задержаться. Тресв, как стекло. Просто испугался. Поэтому и пытался сбежать. Но второй тест – на тонировку. Немецкая машина не прошла. Штраф в 500 рублей водителей не пугает. За темные стекла выписали 89 предписаний. Практически все отказались устранять нарушения на месте. Дешевле будет штраф оплатить, чем снять тонировку. Эксперты с таким заявлением полностью согласны. Возможно, с принятием новых поправок в правила, когда штраф за тонировку с 500 рублей вырастет до 5000, количество нарушений получится свести на нет. Дорогая светомаскировка получится. В редакцию программы ДПС обратился телезритель из Новосибирска. Он стал свидетелем серьезного нарушения правил дорожного движения и любезно предоставил нам видеозаписи своего регистратора. Должно быть, водитель на белом «Опеле» слишком торопился куда-то, поэтому терять время в пробке не мог. Как только светофор загорелся красным, иномарка повернула влево, не предупредив других водителей о своем маневре специальным сигналом. Затем выехала на встречку, при этом проигнорировала двойную сплошную и отправилась в более беспробочный путь. За такую провинность водителю грозит серьезное наказание. За проезд на красный свет – штраф в 1000 рублей, за двойную сплошную – лишение прав, либо пятитысячная санкция. Учитывая отягчающие обстоятельства и нарушения сразу двух пунктов правил, одними лишь штрафами водитель отделается вряд ли. Сейчас очевидец этих нарушений должен написать заявление в ГИБДД. Сразу после этого инспекторы примут меру экстренного реагирования на данный беспредел на дороге. Правда, есть некоторые нюансы. О них расскажет наш эксперт Михаил Сафонов. В случае действительно это предусмотрено все, но здесь должно быть рассмотрено и объяснение правонарушителя. И еще один немаловажный факт, что должно быть зафиксировано все-таки, кто был за рулем. Потому что нередки случаи у нас, когда в страховой полис вписано несколько граждан, и ссылаясь на положение Конституции, они отказываются от свидетельствования в пользу своих близких и родных. В таком случае, допустим, пять человек вписаны, каждый из них говорит, да, я езжу на этой машине, но в этот день за рулем был не я. Вот все пять сказали, не я. Есть презумпция невиновности и в этом случае есть правовая коллизия. То есть, если четко видно, что управлял конкретный гражданин транспортным средством в этот период, если видны все обстоятельства совершения правонарушения, то есть, к примеру, нарушение требований знака или парковки, или там, ну, всевозможные правонарушения, в этом случае, естественно, что он будет привлечен. Если позволяют сроки привлечения к административной ответственности, то есть будет привлечен к ответственности. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, присылайте записи с видеорегистраторов или мобильных телефонов на адрес электронной почты, который указан на экране. На этом все. С вами была Анастасия Бойко. Увидимся на канале ОТС. И помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами.